Погода офигенная, Швеция, солнечная Швеция, надел наушники, шума не было, ветерок есть такой немного, но это реально, это сейчас уже я веду реальный стрим, я надеюсь там все в порядке у меня с моим аккаунтом, никто там не залез, вместо меня сейчас подожду кого-нибудь, кто-нибудь присоединится и скажет мне, доложит ситуацию с этим самым, со звуком, никого нет, все испугались, все, все, и вот этот самый значок перевертыш, наверное все испугались, вот моя машинка стоит, Филимонович, никого нету, не видно, вот там порт Гютеборговский, хороший день, суббота, 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 16-го, вот там где-то кстати музей Вольво, куда я завтра планирую пойти, где-то вот туда идти, подальше, подальше и придешь, первый раз так у меня получилось, я не знаю вообще, может быть, я вообще чуть ли не первый, какая стоянка пустая, как говорится, хочу, хочу ставлю машину, хочу не ставлю машину, представляете, вот на стоянке отеля стоит такой грузовичок, голова такая, так, ну не знаю, для кого-то, ладно, потом присоединяться, вот один человечек присоединился, поставьте, пожалуйста, плюсик, если меня слышно, просто вот, если, если есть возможность, я не знаю, включен чат или не включен, потому что мне очень интересно, про звук есть или нет, не могу я сам проверить, ну значит, наверное нет, ну ладно, будем болтать, короче, ситуация такая, Хейстер Камп, экспедиция Фа-Экспресс, меня вчера удивило, потому что диспетчер позвонил и говорит, Олега, ищи отель или хостел, тебе оплачивает отель на 45-ке, я был, конечно, в шоке, в приятном, вот, ну единственное, что я говорю, у меня нет времени заниматься этим поисками, я дал ссылку, я позвонил туда, там места парковки нету, в другом месте она платная, я позвонил ему и говорю, слушай, мне некогда заниматься этим, потому что там все платно, я не могу так оставить машину где-то и уехать в отель, у меня там бензина, ой, бензина дизеля полные баки, как так, я говорю, блин, я же не смогу спать спокойно, вот, в итоге он начал там еще искать варианты, и потом пишет мне, фай-экспресс, короче, фай-экспресс, короче, прислал адрес гостиницы, вот эта гостиница, Аркен, 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 Hotel & Art, Garden Spa, такая вот гостишка, и причем, если учесть, что вот там я сдавал свой прицеп, я, ладно, выезжаю с проходной, думаю, надо теперь забить адрес и ехать, забиваю адрес, он мне показывает, что это там, где я стою, думаю, что за ерунда, раскрываю карту, и вот, представьте, вот там проходная, а вот отель, как бы, офигеть, я в таком приятном шоке, я реально в приятном шоке, я сейчас даже не могу, не могу даже успокоиться, потому что, помимо того, что отель, так он еще хороший, и не дешевый, как оказалось, как оказалось, на ночь на сутки стоит, номер стоит на сутки 140 евро, ну, такая вот фигня, 140 евро, блин, водителю, да, я даже не знаю, кого благодарить, фай-экспресс или хайстер-камп, но все равно, блин, приятно удивлен, я надеюсь, что это будет нормальной традицией, все ребята, которые будут приезжать в Швецию, не стоять в 45-ке где-то, особенно в Гетебург, да, не стоять в 45-ке где-то непонятно, где на каких-то паркингах, и бояться, что их оштрафуют при проверках полиции, будут ехать в отель и отдыхать, это, конечно, мой репортаж больше подходит к другому блогу, к семейному блогу, про там, где мы с Наташей больше снимаем, ну, ребята, если это будни дальнобойщика, то это тоже является буднями, пускай это будут и выходными буднями, но это дальнобойщики, так что я сейчас хочу показать вам отель, в котором я заселился, я снял уже видос, но сейчас хочу в стриме это все рассказать, вот там гейт номер 6, вот туда я сдавал прицеп свой, жалко, что никто так и не пишет, как слышно или как видно, ладно, может быть потом скочит, может тормозит картинка, сюда я не поехал на паркинг, поехал я вот туда, кстати, когда оформлялся, спросил, да, говорит, нету проблем, я там сначала переживал, но там вижу камера стоит, так что, если что, надеюсь, что меня не обнесут, но мне все равно надо будет еще вернуться туда, пойду, ужин, ужин у меня будет в машине, какой обед, а вот завтрак, два завтрака у меня будет в отеле, стоимость билета входит завтрак, в гимнастический, ну, джим, да, это спортивный зал, вот, что еще, спа не входит, это отдельная плата, и сауна отдельная плата, но если есть желание, можно заказать, потом при выезде, это просто включат счет, я даже не знаю, сколько это стоит, ну, можно, конечно, узнать, если, если очень захотеть, стоимость этих, этих, как их, я не знаю, сервиса, а живу я вот там, вот, если смотреть за этим самым, за переходиком, там вот окна, третий этаж, это получится, в принципе, первый этаж от травы, наверное, вот там, где труба, наверное, третье окно мое, ну, я покажу еще вид самого номера, я просто почему хочу снять этот стрим, поделиться, ребята, с вами, особенно с водителями, что не все фирмы такие скупердяйки, либо, либо не все фирмы, не все экспедиции, что все-таки возможен вариант, когда вы заранее говорите, задаете вопрос на диспетчеру, а где я буду делать сорок пятку, особенно если вы едете в Швецию и в Данию, простой вопрос, а где я буду делать сорок пятку, и все, у меня ответа не было, мне потом просто вдруг прислали вот такое вот предложение, ну, красиво, скажите, заросли такие, сейчас пойдем посмотрим отсюда на мою, на мою машину, вот она там, стоит внизу, поэтому я решил привести стрим, сейчас не из кабины, а именно вот показать, что, какие условия могут дать водителям, не просто какой-то хостел, да, а реально нормальный отель, и причем, я думаю, что сауна и и спа не сильно в ценах, да, там дорого, как минимум сауна, я не думаю, что она дороже до 15-20 евро, вот, можно, конечно, узнать для себя на будущее, но сам факт, что это возможно, туда я наверх не пойду, я не знаю, что там находится, вот, пойду сейчас ниже, покажу вам кое-какие вещи, которые реально интересны и красивы, а внутри отель, блин, я даже в Греции в таких отелях не жил, там и музыка играет, такая приятная, и атмосфера отеля такая, блин, хочется релаксировать, как бы, немножко, вот там главный вход, что интересно, даже не надо ручку нажимать, двери сами открываются, причем они не разъезжаются, они реально открываются, вот, четыре человечки, меня смотрят, но никто так и не может написать, видно или не слышно, наверное, не зарегистрированный пользователь, ну ладно, будем надеяться, что слышно, я хожу, конечно, с наушником, звук, наверное, не тот, хотя по сути, наверное, нужно наушник снять, да, чтобы звук был реально, о, Арина, скажите, как звук, Арина, скажите, пожалуйста, как звук, ну вот, сейчас попробую, чтобы был действительно настоящий звук уличный, потому что уже в отеле я снова один на наушники, вот, подходим мы к этому самому, даже вот такие вот мелочи, посмотрите, да, вот эти камни, это же интересно сделано, вот они тут были или их привезли, отлично, спасибо, наверное, я так думал, что они тут были, в принципе, да, вот эти камни, но, есть одно, одно но, например, вот, вот, вот такая штука, вот этот крюк, это для того, чтобы, наверное, поднимать все краном было, вот это, такое ощущение, что, наверное, все-таки их привозили, хотя, может быть, он с какой-то пристани, к нему там привязывали лодки, тоже как вариант, может быть, вот, Марина, я, блин, честно говоря, в шоке, какой мне Тель Даль, так скажем, сейчас пойдем вовнутрь, я там потом наушники одену, что буду разговаривать, уже в микрофон, можно так тихо, чтобы не обращать внимания, так все такое интересно, культурно, фух, я тут уже немножко обжился, такие вот столики, на улице можно порелаксировать тоже, если есть желание, сакура такая, северная, красиво, конечно, здесь и пофотографироваться можно, источник чудотворный, шведский, не знаю, вода, наверное, не светая, но руки помыть можно, вот такая комнатка, типа, типа, вот что я здесь, кто-то накурил, так можно посидеть, отдохнуть, покурить, венок, можно на голову одеть, наверное, терновый, как раз в тему, такой, достаточно, блин, жесткий, и лилия металлическая, офигенно, реально, я, блин, в приятном шоке, ну, вот, короче, то, что своевременно, и очень, как бы, сейчас насущно, такая, такая вещь, думаю, люди сами понимают, что это значит, не буду переводить, но это действительно то, что происходит сейчас, ну, вот сейчас я уже буду одевать наушники, вот, мне спрашивали, кстати, сколько завез, вот, четыре звезды, дверь же сами собой открывается, я сейчас одеваю наушники, ребята, пойду с наушниками, кто-то пошел, не хочу светиться особо, но, пойдем уже, вот такая вот, обстановочка, навстречаюсь, это рецепшен, а вот здесь вы можете вызвать себе такси, вот смотрите, можно нажать такси позже, ой, и можно такси позже, и тут еще что-то понажимать, там вот ресторан, где я буду завтракать, вот, вот весь, весь, весь отель, вот таких вот, замечательных, не знаю, как сказать, натюрмортах, что ли, ну, блин, смотрите, какая атмосфера, офигенная, какой классный каминчик, можно взять, посидеть, никто, ничего не скажет, и здесь интернет есть, в холле, это вообще замечательно, я считаю, что 140 евро, при условии, включен завтрак, при условии того, что вы можете, я покажу позже, пить кофе, сколько хотите, бесплатный чай, кофе, вода простая, вода газированная, это обалденно, конечно, ты понимаешь, что это этого стоит, наверное, такие вот, картинки, я там был наверху, на втором этаже, но это зоны отдыха, да, они тут по всему отелю, просто здесь такая большая, вот сейчас люди, видно, идут на ужин, я бы сказал сначала, что это бременские музыканты, но здесь другая такая атмосфера, я даже не знаю, можно ли там ходить по коврам, такое ощущение, что ты в музее находишься, констрактор Кристиан Бьорг, это что-то там такой знакомый, у него есть какая-то фишка, можно посмотреть, наверное, картинная галерея, вот ссылка, вот еще одна зона, нет, это зона отдыха, это не зона круто лаунч, интересно, здесь отзывы, на скольки языках, надо будет тоже мне что-нибудь написать, потому что я реально, я очень-очень так добро шокирую, блин, офигенно, вот там типа конференц-зал, наверх, но я там поднимался наверх, кстати, надеюсь, мне сейчас не выгонят, я вам покажу одну вещь, такой скамеечка классная, вот, возле этой дамы, это тоже по кругу, можно, заходишь, пить кофе, вот такая вот скамеечка, видите, сделан из дерева, с какого-то, ощущение, что я бы не на том канале, показываю видео, здесь вот тоже, здесь кругом, кругом сплошная зона релакса, везде здесь есть интернет, и везде есть розетки, чтобы подключиться, хотите, бильярд поиграть, надоело сидеть, вот подошли, взяли кружку, сделали себе чай, кофе, еще такие, вот видите, скамеечка, да, такая, офигеть, я туда ходил далеко, сейчас не пойду, скажу, что тут шпионит, ходит туда-сюда, я на камеру снимал, сейчас просто, прямой репортаж веду, Арина там сейчас, сейчас видно, слышно, нормально, да, все, я просто вот так хожу, я поражаюсь, как, блин, такой отель мне дали, я, я же никогда не думал, говорили, там если дают, то какой-то хостел дают, то все, пятое, десятое, вот такие вот аппаратики стоят, видите, можете выбрать себе, что вы хотите, и чьи разных сортов, обалденно, да это вообще, я, ну а вот, это вот вода, да, содовая и просто вода, так, все настолько уютно, настолько, настолько, я вот так думаю, если даже вдвоем приезжать сюда, и это, такие, сто, сто сорок евро, это нормальные деньги, если комната на двоих, вообще, блин, все там, на несколько дней приехал, на уикенд, Готеборг, вот это бар, а вот это у нас, то, что мы, мы пользуемся, тоже здесь вода, простая, вода с газами, вот кофе, можно выбирать, я вот сейчас выберу себе, у меня кофе закончился, кстати, в этом самом, я выберу себе шоколад, наверное, такие вот, какие кружечки, интересные, да, вот такие вот, классные, положим обратно, это, наверное, для чая, или это для чая, или это для бульона уже, и вот этот кофе, можно чай пить, возьмем шоколад, нажмем, посмотрим, что получится, какого-то хорошего, какого-то хорошего, а этот закончился, какой чай, английский не надо, аспринт, ванильный не надо, вот этим, возьмем парочку, будем пить пока, ну вот, короче, взял я этот, типа какао, мы его называем, они называются, чоколад, чоколад, вот видите, спа, то есть, возвращается, выходит, там спа есть, спа-салон, мойка, вкусный, какао вкусный, с сахаром сразу, вот здесь они играют, какая-то их игра, я не знаю, что там надо делать, что-то надо тут, толкать, вот эти вот шайбы, и кого-то сбивать, такое ощущение, что я, либо в музее, либо я в икеа, реально, очень так интересно посидеть, у меня вот такое ощущение, я здесь пробыл, как-то 4 часа, но мне такое ощущение, что я не на работе, реально, вот так, вот так, что-то надо делать, короче, как-то тут играется, наверное, там ставят, а, моя команда, его команда, и надо выбивать, наверное, наверное, так, скользко, точно, я говорю, я забыл, что я на работе, я нахожусь, как будто, блин, в этом, в отпуске, в каком-то, блин, на каком-то курорте, на какой-то, блин, я не знаю, как сказать, вообще, релаксация идет полная, я хотел, а вообще, мне нужно было сходить в машину, хотел, хотел я сходить в машину, забрать, кое-какие вещи, и заодно поужинать, ну, думаю, что я вот сейчас сниму стрим, приветствую вас, в частности, это сипа, да, а может быть, боулинг, как, не боулинг, как он там называется, а керлинг, только, немножко, другого плана, ну, вообще, офигенно, вот, реально, в приятном шоке, вот, реально, я вот, рассказываю вам, и шокируем, в приятном, в приятном плане, хочется показывать, и показывать, но боишься, что, что, скажет парень, хорош, это все-таки музей, ой, покажу еще что-нибудь, что здесь вокруг, потому что, с какао идти, в одной руке какао, в другой, мне особо хочется, вот такая вот музыка, тихая, релаксирующая, там, какие-то шарики несут, вот, наверное, день рождения, вот, здесь тоже уголок, как бы, уголочек отдыха, и здесь можно присесть, посидеть, ничего не думать, ни о чем, кого-то шарики несут, кого-то дневно, у бабушки, день рождения, наверное, там, вот, играют люди, в настольный, теннис, футбол, настольный, тоже бесплатный, кстати, вот, мячик, пожалуйста, бери, играй, если хочешь, пожалуйста, забил гол, так что, блин, там реально, там, теннис, я хотел показать вам, ну ладно, там, занято, потом еще подымутся на этаж, вот такая, и покажу вам каюту свою, ну, номер, куча вот игр, настольных, вообще, смотрю, на западе, очень любят играть в настольные игры, вот, наверное, правильно, так и должно быть, сейчас, допьем какао, пойдем дальше, думаю, что действительно, на том канале, если бы показывал бы, это было бы, более интересно, ну, ладно, мы сделаем так, мы сохраним видео, потом, и перекинем на новую, на тот канал, на семейный, завтра, я, кстати, планирую пойти в музей, вольво, тут недалеко стоит, вроде, билет 10 евро, недалеко отсюда, где-то километр, может, ребята подъедут, Леха там, со своими, на машине, тогда сгоняем, что там, сидеть, там вот слева, багажное отделение, типа такого, я надеюсь, я не забыл, от этой, от каюте, да, надо, надо, короче, блин, допить кофе, идти, ой, так что, никого просто нету, да, только, Арина, вы одна, или тоже, это уже не Арина, или кто-то, кто-то отключился, кто-то подключился, не все же, снимать машины, да, и как мы ездим, можно снять и такую красоту, да, патриот, ну и как вам, виды, отеля, я у нас таких не встречал, чтобы такая обстановка была, честно, вот реально, у нас все как-то, блин, сейчас переходит на этот, минимализм, и все так сделано, а здесь как-то вот такую, уюта, тишина с музыкой, но вот какая-то, вот я говорю, она какая-то вот, релаксирующая, такая, добротная, доброта, веет, ну ладно, пойдем, дальше посмотрим, и потом еще покажу вам свою, каюту, я там показывал на фейсбуке, чуть-чуть, но может быть здесь будет лучше, видно, можно на липсе подниматься, третий этаж у меня, можно, можно пешочком пройтись, на каждом этаже туалеты, такие туалеты, для инвалидов туалеты, вот еще один стульчик, на кухню, можно посидеть, вот здесь не смола, никто там не пошутит, вот здесь я, кстати, не заходил, с другой стороны, пойдем посмотрим, я здесь не ходил, там есть зимний сад, есть еще наверху, я ходил, ну да, вот там лестница, вот там конференция, зал, не здесь конференция, вот здесь конференция, если пройти, давайте пройдем, пока никто не видит, покажу вам, там, по-моему, никого нету, вот в таком стиле, оранжево-коричнево-серым, сделан весь отель, кивазы такие, в римском стиле, греческом, мы, кстати, вот только что тут были, когда я показывал вам скамейки, из дерева, нам нужно повернуть направо, и пройти чуть-чуть дальше, вот туда, а не вот он, вот он зимний сад, получается, как бы, сад внутри отеля, тут можно, блин, номер не нужно, приехал вдвоем в один номер, и пошел спать, вот сюда, блин, в холл, а здесь так, чувствуется, так, такая, как бы, приятная влага, и такое ощущение, что здесь какой-то воздух, ароматизированный, какой-то, ментол, или что это такое, ну, обалденно, да, точно, я, блин, потом скачаю это видео, и залью на второй канал, потому что, в принципе, по большому счету, нужно было на тот канал заливать, все это, ну, ладно, здесь тоже полезно, может быть, в первую очередь, чтобы знали, ребята, что можно просить отели, и будут отели, в таких странах, как Франция, Швеция, как минимум, Дания, вот здесь, кстати, по-моему, можно что-то распечатать, что-то написано, как это все делать, ну, наверняка можно, какие-то вещи распечатать, все для человека, интересно, вот так, тишина, вроде как бы, полный отель, но, непонятно, где все, где все люди, я вот бы поговорил, у меня там уборщица Светлана написано было, которая девушка убирала, ну, видно, она там убирает, я спросил, могу ли у вас купить чайник электрический, интересно, сколько он у них стоит, я бы купил, не потому, что мне нужен, а потому, что он, он небольшой, но он на круглой ножке, его удобно, то, что я как раз ищу, чайник на подставке, на съемной снимаешь, берешь, а то у меня этот, на проводе, я бы поменялся, дал бы им свой, или большой бы дал бы, вот видите, я говорю вот об этом стиле, так, и вот, сейчас мы кое-что еще куда пройдемся, на четвертый этаж уже мы не пойдем, по-моему, я хотел показать, это здесь, это самый переход, а, ну вот, мы сейчас проходим, по переходу, по стеклянному, да, вот такой переходик, ну там я, я там кстати и живу, потом покажу вам вид, где-то вот там, по-моему, возле трубы, где-то вот там окошки, что дома, я так до конца не понял, а что вы здесь за лестница, интересно, я тут еще не был, это еще один этаж, ну где-то вот, вот там я живу, возле трубы, окна, черепаха, зюрмала, скажите, разве, блин, прекрасно, такие вещи, блин, нельзя просто, проходите мимо, нужно снимать, если бы тут еще был бассейн, да ладно бассейн, если бы тут отдыхать, мне бы, подарил бы путевочку, в Швецию, я бы здесь отдыхал бы, 5-10 дней, с удовольствием, а что вы тут, что там такой прячется, или кто, или просто стенка, а, ну видите, просто там какие-то шкафчики, как идея, икеевская, завешены занавесками, в одном стиле все, жалко, Наташа, наверное, сейчас не смотрит моя, вот, мы сейчас пойдем уже, смотреть каюту, ну номер, ну и поняли, вот такой ключик, сейчас покажу ключик, такого плана, ключик, если что-то видно, вот такой магнитный, ну, и мы открываешь, ну интернет, я даже не могу понять, то хороший интернет, то плохой интернет, если вы в каюте, ну, в кабине у себя включаете, несколько устройств, то он тормозит, если одно, то компьютерный пример, то прекрасно работает, я уже душ принял, классно, ну вообще, блин, каждый бы выходные, так отдыхать, конечно, это нам не позволит, но хотя бы раз каденцию, можно было бы, ну вот, мы пришли, 316-й набор, сейчас мы его откроем, оба-на, hello, кто есть дома, и вот мы заходим, я уже тут развалился, такой шкафчик, второй, шкафчик здесь свежелка, здесь я уже положил, какие-то свои вещи, столик, как всегда, редактирование видео происходит, телевизор работает, видеокамера, все под наблюдением, не допил кофе, вот брайда чайники, говорю, что на такой поставочке, я бы спросил, или где они его купили, хотя бы, ее порастила, потом поднимем, главное сломать, вот такая вот, постель, еще что-то висит, главное, чтобы это не упало, доска на меня ночью, оба-на, кто нас встречает, hello, жестон, как тебе здесь, понял, понял, ругается, что я уходил, ну, вот, мой вид, сейчас посмотрим, где труба, а, я за трубой, вот труба, где, вот, я за трубой, значит, кресло, была, была еще, сначала, меня, шоколадка, ну, и вот такой вот, душ, душ, главное, можно с одной, верхней включать, можно нижней включать, здесь, кондиционер, шампунь, мыло, вот, умывальник, седалище, для заседаний, место для заседаний, ну, и вот, так это все смотрится, офигенно, да, скажите, такая вот, такая вот атмосфера, сейчас у меня, для релакса, ну, вот, как бы, я, что хотел, ребята, то я вам показал, ой, надо переключиться, опять, на нормальный микрофон, уже, звук, тогда лучше, а то, так, наверное, приглушенный звук, правда, надо сходить, мне теперь, до машины, прогуляться, поужинать там, вернее, сделать ужин там, не нести же сюда, правда, все, ой, ну, какие-нибудь вопросы, если есть, несколько минут, пообщаемся, да, я бы такой вот, как раз мне и нужен такой, но, мне у кого спросить, а написано, вот, что здесь, где написано, будущую каждому, написано, вот такая вот, написано, Светлана, типа, ваша, ваша горничная, Светлана, она, она убирала, наверное, мой отель, мой номер, вернее, ее номер, мне засветили, нету, да, ну, согласитесь, что классно, да, согласитесь, что, интересно работает, дальнобойечка, даже вот в такие вот, моменты, это вообще, это, по кайфу, реально, по кайфу, большое спасибо, Хейстеркампу, Файкспрессу, что, дают возможность, вот так, отдохнуть, водителю, тем более, в Швеции, в Швеции, как бы, не, не очень, как это, дешевая страна, обогрев, так что, вот так, что еще рассказать, завтрак, там был написан, завтрак, со скаляки до скаляки, не там, у меня в этом самом, в билете, завтра, завтрак у меня, с полвосьмого, до полодиннадцатого, она сказала, что шведский стол, а что именно, я не знаю, посмотрю, если получится, делаю фотки, как кормить, ну, реально, ребята, я, блин, цепь, рвоз, как говорят, очень, очень доволен, очень, вот, ну, ладно, наверное, мы же, что нам будем закругляться, это же, что мы тоже помыть, кстати, как будто он серый стал, да, же, что мы, желаем всем добра, спасибо, что заходите, ну, и, как обычно, берегите себя, своих родных и близких, и все будет, как же, что он, правильно, чики-пуки, все, ребята, пока, удачи, заходите, будет интересно, пока,